Ребят, всем привет! Мы сегодня с вами едим роллы. Наконец-то, кто ждал роллы? Пишите. У меня тут рядышком сидит Маша. Она не захотела со мной сниматься. Ну ничего, роллы ей оставим. Что хотела сказать? Давайте начинать. Блин, знаете, когда снимаешь... Я всегда либо снимаю с Машей, либо одна я снимаю. А когда ты снимаешь один за камерой, кто-то сидит рядом. Я еще так не снимала, поэтому мне так немножко неудобно. Едим мы с вами доставку много лосося. Сейчас я расскажу историю, которая со мной произошла полной дрэш. Так. Заказала роллы с шапочками, потому что Маша любит шапочками. Еще теплая Калифорния. Девочки, со мной произошел такой конфуз. Вчера я отправила деньги мошенникам. Давайте по порядку. В общем, Маша, кстати, пока ищет комментарии, на которые можно ответить. Маш, там есть что-нибудь? Влизнул? Я это съем. Есть там какие-нибудь комментарии? Маша, короче, пока ищет, потом скажет нам. В общем, что вчера было. Мы присыпаемся утром с желанием поесть красной икры. И я вспоминаю, что как-то давно, где-то, может быть, месяца три назад, в чате дома, в чате нашего дома, я увидела сообщение такого характера. Соседи, переехал к вам в дом, занимаюсь красной и черной икрой, кому надо, заказывайте. И такие-то цены. Я это зафиксировала в своей памяти, что вот, уго, тут сосед у нас продает икру по выгодным ценам. Я это сообщение сохранила, ну, от него переслала, и как бы все. Думаю, ну, нужна будет икра, куплю. Типа, о, прикольно, сосед. Опять же, знаете, такой вот, ты уже доверяешь, ну, как бы, такому человеку, потому что как будто бы твой знакомый. И это сообщение, кстати, висело сколько-то в чате, и никто его не удалял. И, в общем, помнила я про это сообщение, и вчера такая, думаю, ага, надо попробовать заказать у этих ребят через Телеграм. Потому что давно вспоминала, и, как бы, класс, проверим как раз, какая у них икра. Пишу я утром продавцу, типа, ну, что там, как по икре. И мне говорят, да, давайте, выбирайте. Скидывают прайс. Ну, и я, знаете, немножко засомневалась изначально. Я стала искать отзывы. Я стала смотреть в чате дома сообщения от этого пользователя. Я не нашла это объявление. Ну, потому что мне хотелось, знаете, что какая-то, ну, кто-то написал, типа, убрали, офигенно. Какой-то из соседей. Но объявление, так как я поняла, удалили. И, знаете, такое состояние было. Икра, типа, банка стоит у них 3 тысячи. И я им пишу. Вы, может быть, нам доставите, а я уже оплачу по факту, без предоплаты. На что мне приходит ответ, что мы доставляем только по предоплате, потому что курьер, как бы, высылается. И мы, типа, работаем только по предоплате. Мне это немного, ну, как бы, смутило, опять же, потому что ко мне не пошли навстречу. И в этот момент я думаю, ну, была, не была. Как бы, вот, понимаете, я уже попалась в эту ловушку. То есть у меня были мысли, были предпосылки к тому, чтобы не отправлять им деньги, потому что я искала сообщения, не нашла. Какие-то отзывы несколько странные у них в группе, в Телеграме. Закрыты комментарии. Невозможно поставить реакцию на пост. То есть все достаточно закрыто. И, ну, были, в общем, не такие мысли. Ну, окей. И, знаете, тут я думаю, была, не была. И перевожу деньги. Еще деньги нужно было перевести по номеру телефона на МТС-банк. Тоже мне немножко, ну, как бы, было странно, что МТС-банк, ну, типа, почему МТС-банк, а не какой-то там, типа, Сбер. Окей. Перевожу я деньги, скидываю чек в чат. И чат просто стирается. Там, типа, представилась эта женщина, как Ирина. Чат полностью стирается. И я такая, окей. И тут я понимаю, что, ну, да, 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 да. Ну, как бы, я попалась на уловку мошенников. И, то есть, изначально, когда я кинула чек, я уже вышла и забыла, думаю, ну, интересно, привезут или нет. А там, знаете, очень еще много отзывов такого характера. Даже не верили, даже не верили, что привезут икру и привезли. Даже не верили. Представьте, невероятно, что привезли. Вот так. Такие отзывы у меня тоже, как бы, я уже, когда скинула деньги, читаю эти отзывы, думаю, почему не верили? Что в этом невероятного такого? А вот. А вот что. И осталось я без денег, без икры. Чат сразу удалили. Я стала жаловаться. Сначала написала в свой банк, что вот я отправила деньги мошенникам, на что мне, знаете, пришел странный ответ от оператора. А какой у вас вопрос? Зачните ваш вопрос еще раз. Я говорю, ну, можно ли остановить этот перевод, там еще что-то. Ну, короче, никто мне ничего, естественно, не вернул. И мне стало очень обидно, потому что я ничего не могу с этим делать. Как будто бы я кому-то подарила деньги, и сделать с этим ничего нельзя. Вот такое ощущение. Я еще пока не звонила в МТС Банк, но я им позвоню, сообщу, что как бы это номер мошенников, пусть они заблокируют как-то этот счет. Так как вчера вот за день на этот телеграм-канал, на этот рыбный телеграм-магазин подписалось порядка 20 человек. И там, в принципе, у них, знаете, две с половиной тысячи подписчиков. И канал достаточно давно существует, то есть он с декабря 23-го года. И он еще не закрыт. Я, естественно, пожаловалась, но мне кажется, это бесполезно. Короче, я лохушка. Меня обманули. И, знаете, денег жалко, конечно, но жалко то, что я повелась на эту аферу, что я понимала, что это афера. Я пошла. То есть тут мне просто всегда Саша говорит, Катя, не разговаривай с мошенниками, даже не разговаривай с ними. Я почему-то думаю, что я самая умная, что я могу разговаривать с мошенниками. Когда, знаете, там звонят типа с банков. Но по факту очень опасно разговаривать с мошенниками, потому что ты можешь в один момент, твой мозг может сломаться, и ты можешь начать, ну, пойти на реальный диалог с ними, включиться в эту игру, и уже просто ну, типа рискнешь. Знаете, а вдруг это правда? А вдруг, ну, действительно, я переведу деньги, и мне там вернут в 10 раз больше, ну, или что-то вот в этом духе. Потому что я вчера именно понимала, что, скорее всего, это, ну, я не нашла подтверждения, знаете, никакого. Но я решила как бы рискнуть. А вдруг это правда? Как ставки на спорт. Немножко вот такой формат. Так, это с кредкой. Вот так, Маш, ну как? Ты думаешь? Я думаю, что это тареш, конечно, но вообще, я думала, что ты такая, ты всегда, типа, шарящая женщина. Мне мама тоже говорит, ты же умная. Как так? А я, вот именно, как будто бы это была, ну, типа, а вдруг, вот у меня такое было, а вдруг, а вдруг они правда привезут? Понимаешь? Это было жестко. Вот мне было обидно именно то, что я, типа, умная, а на самом деле я повелась просто, и я им пишу с другого номера уже, потому что это вот Ирина, икра, икорный магазин, она мне сразу добавила в какой-то черный список, и я не видела, как бы, она у меня была всегда в сети, типа, пять минут назад, или была недавно, а тут она у меня, типа, в сети очень давно поменялся, вот этот статус, это, видимо, какой-то там можно так в Телеграме поставить, я ей пишу с другого номера, и говорю, здравствуйте, можно, пожалуйста, икры? Она такая, да, здравствуйте, и я ей пишу, ась, и она тут же меня банит, опять вот этот вылезает, типа, была очень давно, то есть, какой-то там можно так в список какой-то добавить, и меня это, конечно, тоже выбесило, что я не могу никак ничего вообще сделать, то есть, человек просто меня банит, и, наверное, еще мой номер сдаст этим, знаешь, мошенникам, чтобы в базу какую-нибудь, чтобы мне звонили, вот так, трэш, да? Ну, мне было очень, мне за это обидно, что меня развели, что я поверила, короче, с мошенниками, правда, опасно общаться, даже просто разговаривать, ну, они, как бы, все, как бы, психологически очень сильно воздействуют, ломают тебя, типа, у них есть вот этот психологический какой-то, знаешь, мне еще показалось странным, она мне такая говорит, она, я говорю, можно я, ну, без предоплаты, но по факту, у меня, представьте, была такая мысль, она мне говорит, нет, и в этот момент я замялась, потому что я стала искать отзывы про этот магазин, и она мне пишет, так вы будете заказывать? И вот это сообщение, если бы она его не написала, я бы, возможно, вообще не заказала, а она мне пишет, так, или так, и оформляю заказ, в таком, знаете, что они в таком, указывает мне, что, типа, как будто уже все, как будто я уже у нее на крючке, и вот она меня сидит, ждет, вот такое вот было, и вот это сообщение, меня, на самом деле, оно вот тюкнуло, я просто зашла в банк, в интернет, и вот оплатила, после этого ее сообщение, я пишу, типа, да, ну, как бы и кинули чек, и, то есть это для меня странно, потому что я обычно тысячу раз все проверю, если нет отзывов, я вообще никогда, ну, как бы, а тут, знаешь, мне просто чуть сыграло, что это было в чате дома, и, как бы, я чату дома априори, мне такое вот лояльно, что я доверяю чату дома, сейчас, я вообще в чат дома заходить не буду, потому что там один негатив, и мало того, они мне еще кинули, блин, на три тысячи рублей, так они бы могли написать, в чате дома, что это мошенники, там, а вот такого не было сообщения, я не видела, они просто удалили, видимо, это сообщение, это объявление, и никак не написали, и просто я, короче, купилась, как лохушка, вот так, кого были такие ситуации с мошенниками, пишите, будет интересно, кстати, я даже, может, отдельное видео про это сниму, если у кого-то что-то, вот такого плана было, ты не попадала на мошенников? Я даже не беру номера, не знакомые? Вот если номер, там, как бы, не знакомый, я все, я сразу бан, либо подбивать, просто через контакт, да? Да, и все, я беру, я беру, опасно, в общем, кому надо, те, как бы, дозвонятся, те напишут, те, да, а вот это, все, вообще, сразу, я беру, я еще, знаешь, люблю, могу поговорить, раньше, типа поставить на место мошенника, сейчас я уже, ну, как бы, я боюсь, потому что, относительно, что можно голос скопировать, ну, мой-то голос так можно скопировать, вот, но все равно, сейчас уже ни с кем не разговариваю, и девочки, вам не советую, потому что, я знаю, многие любят этим баловаться, ну, поразвонит мошенник, с ним поболтать, лучше, сейчас уже, сейчас такое время, что даже я, ну, вообще с ним не общаюсь, поднимаю, слышу, что молчат, просто сбрасываю, сразу в бан, ну, как вы меня разверли вообще, ой, ой, нет, 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 я верила, и думала, вдруг у нее просто телеграм сломался, и мне все-таки привезут мою доставку, ничего мне не привезут, ну, я понимаешь, как это в долгую, как это в долгую вообще работать, потому что я увидела, ну, месяца три назад это объявление, и я зрела, зрела, и я их вспомнила, и я об этом вообще думала, потому что цены там, правда, классные, не прям, не дешево, но, типа, три тысячи, три тысячи, ноль пять икры, вот такая шайба, это хорошая цена, на самом деле, ну, такую можно купить, вот в магазинах все-таки есть такие цены, но не во всех вообще магазинах, и тут как бы и не низкая цена, не кажется, что это прям развод-развод, типа не две тысячи, но в то же время цена как бы приятная, и ты на это ведешься, кажется, вдруг правда, там еще, знаешь, я сейчас тебе покажу этот магазин, там, ну, там они в обл продают, отзывы были? ну, отзывы были, они выкладывали, типа, видео отзывы, разные отзывы, именно у себя в группе, да, просто, типа, я вот, ну, не знаю, как будто снимаешь, типа, ой, какая вкусная рыбка, и они вот так вот, ну, как бы, ну, мне прям, ну, короче, я повелась, у меня в жизни такого не было, на самом деле, хорошо, что такое случилось, потому что я буду внимательнее, и не буду уже так вестись на мошенников в следующий раз, даже разговаривать не буду, потому что правда попадаешь, как в водоворот, и ты уже как будто им становишься обязан, и ты уже можешь даже понимать, что это развод, но как будто бы, чтобы их не расстроить, ты это сделаешь, вот так, понимаешь, это психологический какой-то вот тупизм, вот это ее сообщение, типа, будете брать? Вы покупать будете? И я такая, да, и тут же деньги перевела, прикинь? Я тупая. Меня расстроило реально, что я тупая, что меня можно так обмануть легко, и что я поняла, и повелась, понимала, и повелась специально. Вот так. А что, у нас есть какие-то комментарии? Там пишут про какой-то конфликт с Пидиди. Пидиди, Маш, ты что, Маша не знает про конфликт с Пидиди. Это кто? Девочки, ну это рэпер американский, который сейчас его обвиняют, что он устраивал в белые вечеринки, ну типа просто тусовки, и они на этих тусовках накачивали людей и их в торговле людьми. А, ну да, это что такое? Ну это такое слово. Нет, я же не сказала плохое какое-то слово. Ну, в общем, да. У меня солнышко падает на руле, засветило. А что я могу думать? Ужасно, конечно. Ужасно. Я, кстати, может быть, отдельно по этому сниму, по этому вопросу ролик, потому что сейчас все хайпятся на этом. Это, знаешь, очередная хайповая тема, танцы на костях, вот эти очередные. Все снимают эти ролики по несколько штук, и мне из-за этого чисто не хочется впускаться в эту пляску. Типа, ну, как там, знаешь, у него дом, в общем, когда его арестовывали, ну, на него, типа, его девушка написала заявление, бывшая жена, там, мать его детей, что он его периодически, не периодически, а систематически избивал, насиловал, накачивал. Вот. И, ну, как бы за ним долго следили, и вот его арестовали, сейчас он сидит, типа, в тюрьме. Ты наверняка знаешь его песни, Педиди. Нет? Короче, Маша, я тебе поставлю эти песни, ты реально знаешь. Я только знаю, о, baby, it's a wild world. Я, типа, вот, в этом роде. Не, ты знаешь, по-любому, по-любому, ты, если не знаешь. Педиди, правильно? Педиди, да, ну, вообще, Диди. Я вообще не знала, что он, кстати, такой богатый, и мне казалось, что он какой-то рядовой рэперок, типа, какой-то такой, а он, по факту, там, у него, ну, как бы, империя, он самый богатый вообще из рэперов, только Джей-Зи богаче его, но Джей-Зи и его близкий друг, это который с Бейонси, муж Бейонси, мне Бейонси никогда не нравилось, вот эти вот ее заигрывания тоже с астанинской херней, а по итогу сейчас обвиняются, что они, типа, тоже были вместе, что они знали, Бейонси и Джей-Зи, потому что они вместе тусили, они были близкие друзья, и мне кажется, вот эти вот заигрывания Бейонси с этими всякими штучками дьявольскими, что это именно оттуда, что она, как бы такая чернуху, тоже эту любит. Мне, честно, Бейонси мне никогда не нравилось, абсолютно никогда, мне, во-первых, я и песни не особо, ну, как бы, папса какая-то голимая, знаете, ну, типа, ну, окей, да, это какой-то там рэп, какой-то там РНБ, но мне всегда казалось, что это проходная какая-то фигня, и, типа, вот так вот ее слушать, типа, кайфовать от Бейонси, у меня такого не было, ну, мне она никогда не нравилась, вообще никогда, прям, потом, когда я узнала, что у нее вот эти темы дьявольские, там, клипы наоборот, там у нее какая-то сэринская вот эта дичь, и, я вообще подумала, блин, вот, ну, а что сказать, на самом деле это Голливуд, это очень богатые люди, и недавно Айза в Телеграме выкладывала такое сообщение, типа, что они с Гуфом где-то там выступали, ну, она там была, не она выступала, что они были на каком-то мероприятии, где были очень богатые люди, и, типа, что такой чернухи, она никогда не видела, потому что... И тоже говорили на полупро... Ой, вот это мы запикаем. Помнишь? Да, я помню, да. Вот это. Ну, короче, у богатых, вот это свои какие-то лютые причуды, которые... Просто, знаешь, это, что я думаю, что это один из случаев, который вышел в свет. И есть очень много вещей, которых мы не знаем. Вот так. Что их накрыли, это круто, потому что там Джастин Бибер с ними тусил, очень травмированный. Там есть такие видео, где, типа, Джастин Бибер... Ой, жесть. Так, и там там Би Диди рядом тоже. Это вот эти вечеринки, что они... и вот эта Аманда сейчас тоже, тоже все травмированные. Ну, короче... Кота. Ты еще в ВТГ делала пост, но... А, ну, она не из этой тусу. Хотя, может, она там и была, но там она просто... Она там тоже сидела просто на запрещенных. Никки Лоди, он директор какой-то там... Вполне, может быть, она же совсем... Ну, в общем, это все, да, это большие деньги, и знаете, как мне понравилось, когда, в общем, если твой ребенок, и у него, допустим, есть какой-то мужчина-учитель, преподаватель, надо быть очень сильно внимательный к этому человеку, потому что, ну, чаще же, как бы, когда мужчина идет в такую сферу, это немножко странно. Когда мужчина в окружении детей, это тоже странно. И что нужно за этим наблюдать. Та же история с Майклом Джексоном, кстати, тоже. Абсолютно непонятно, все говорят, что вот он. Было, не было, а мне кажется, что что-то было, наверное. Хотя я Майкла Джексона очень люблю, его творчество обожаю, но это ненормально собирать у себя дома, типа, компанией, там, 20 мальчиков маленьких на подтанцовке, которые, типа, подтанцовка, 20 этих мальчиков, они дома тусят. Это странно даже звучит, да? Ну, то есть, зачем? У тебя есть, у меня есть прям мурашки тут, у тебя вот подтанцовка, пусть они, ну, как бы, на сцене вместе, ну, вы, да, танцуете, вы репетируете. Зачем звать к себе домой маленьких детей, чужих? Ну, зачем? Понятно. Ну, как бы, тут, и это не доказано, и все там, что вот оно там, было, не было. Во-первых, он тоже, он сидел очень жестко на обезболивающих, и все. Короче, мне кажется, что, к сожалению, хотя я обожаю Макла Джекса, Спидиди, ну, да, да, ну, там, там его тоже обвиняют, пока что он его застрелил, ну, короче, его, короче, нам вторую часть видео запихивает, да, ну, мне, это жесть, конечно, трэш, ну, просто, и знаешь, что страшно, что это так, это, ну, такой человек влиятельный, и он такой популярный, и он делает такие вещи, а, так я не договорила, типа, когда его арестовывали, у него в ванной дома нашли, типа, коробки, пачками стоит детское масло, вот этого Джонсонс Бэйби, типа, там прям стена уставлена этим маслом, зачем он ему? Вопрос, да? Я думаю, что вот эти белые вечеринки, белыми вечеринками, там, мне кажется, на ежедневной основе такой трэш творился дома, в принципе, у него, но он, там у него состояние огромное, это миллиарды у него, у него своя звукозаписывающая студия, свой лейбл, свой лейбл у него, на этом лейбле, там, очень такие, записывались разные людишки, крутые, ну, это, кстати, как мы с тобой вот говорили, что, в этом, в этом бизнесе нет вообще робких, нет каких-то, и все вот такие вот, грязи, короче, много, и плюс, богатые и творческие люди, и творческие люди вообще особенно у них, как бы, как 50 Cent, 50 Cent тоже рассказывался на эту историю, и видел видос, и он говорит там, он говорит, я никогда не был у него на вечеринках, потому что я обычный, я нормальный, у меня нет вот этого всего, типа, я обычный нормальный человек, а там люди, ну, не очень нормальные, вот, ой, девочки, заболтались, что, я не хочу уже, я, честно, наелась, давайте Маше оставим, съешь, один, я просто не хочу, девчонки, не хочу объедаться, знаете, я немножко похудела, сейчас опять тут с вами, как мне понравился комментарий, на радостях набрала, да, да, я сейчас на радостях с вами наберу, наберу на радости, все, это вкусно, ну, можно, конечно, было бы снять про него, посмотрим, ну, просто грязь такая, но все снимают, прям по две части, знаешь, делают разборы, у других блогеров можно посмотреть, детальный разборок, я не такая, ну, я, когда вот это узнала, я узнала об всем конфликте, наверное, недели три назад, вот я первую статью прочитала, я обалдела, что так, ну, но там разная теория вообще, что его специально, что там влиятельный, а там еще прикол в том, что это были достаточно популярные вечеринки, и люди, ну, тоже популярные, боятся, что выйдет наружу, что они тоже там участвовали, что были замешаны, потому что там вплоть до принцев были у него на вечеринках люди, да, короче, треш и дичь, отрыв полный был, большие деньги, большая грязь, что еще, все, девчонки, ну, я, короче, закругляюсь, спасибо всем большое за просмотр, тут, наверное, роллы засветили, давайте я вам покажу, вот, напоследок, вот такие, смотрите, красивые, очень вкусные роллы были, вкусные, прям такие нежные, классные, это много лосося, мне много лосося, очень нравится, вот заказываю уже, не знаю, ну, тоже, мне кажется, надо не усердствовать, когда одно и то же заказываешь, не очень интересно смотреть, в общем, все, ребят, до новых встреч, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки будут в описании, в моем телеграм-канале, вы сможете найти ссылку на Машин телеграм-канал, закрепленных, все, всем пока, пока, ой, 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 Продолжение следует...